Спасибо большое. Добрый день, уважаемые слушатели, уважаемые коллеги. Первый раз, конечно, немножко страшновато, но ничего, даже очень интересно. География у нас сегодня достаточно широкая, ну и предлагаю вместе сегодня порассуждать, рассмотреть тему, которая является достаточно актуальной. Сегодня тема связана с внедрением в федеральную образовательную программу дошкольного образования новых ношеств именно в раздел «Подготовка к обучению грамоте». Сегодня будем касаться именно обучения чтению. Ну и те вопросы, которые я предлагаю для нашего с вами сегодняшнего рассмотрения, может быть, в какой-то степени даже для изучения данной темы. Нужна ли программа? Нужно ли вообще обучать детей чтению до школы? Если нужно, то при каких условиях это необходимо делать? Второй вопрос. Какие психофизиологические процессы должны быть сформированы у ребенка, чтобы он смог хорошо научиться читать и в дальнейшем полюбил книгу как объект изучения? Следующий вопрос, касаемый непосредственно федеральной образовательной программы дошкольного образования. Какое же содержание включено в раздел «Подготовка детей к обучению грамоте»? Ну и в завершениях предлагаю вам кое-какие материалы по подготовке к обучению чтению в рамках вот именно внедрения в федеральную образовательную программу дошкольного образования раздела «Подготовка детей к обучению грамоте». Итак, давайте будем начинать. Прежде всего я бы хотела остановиться на первом вопросе, который задают достаточно часто, чаще всего это делают родители. И вопрос звучит следующим образом. Ну когда же, когда же нужно начинать обучать? Нужно ли учить детей до школы чтению? Ну и какой возрастной период более подходит для начального обучения и чтению, и письмо? Ну вот мы сегодня с вами затронем все-таки вопрос процесса чтения. Проблема подготовки детей к обучению грамоте всегда была и остается достаточно актуальной, щепетливой. Вопрос достаточно важный и не случайно родителей этот вопрос все-таки волнует. Но универсального ответа на данный вопрос, который бы был применим каждому нашему подопечному, каждому нашему ребенку и четко бы указывал, что 4,5 года это еще рановато все-таки. А вот когда исполнится 5, вроде бы уже нормально. А вот 6, 6,5, 7 это уже поздно, надо начинать раньше. Вот таких ответов ни в коем случае не должно быть. И если вам дают жестко такие вот ответы, то стоило бы все-таки задуматься, насколько они правомерны эти ответы. Все достаточно индивидуально. И одни дети с большим удовольствием сами проявляют интерес к буквам уже в 3 года. И интерес этот необходимо поддерживать, необходимо этот интерес удовлетворять. И любопытство, которое проявляют дети, то где-то приблизительно к 3 годам это любопытство может появиться у детей. Потому что нас окружают повсюду вывески, реклама, всевозможные красивые картинки, плакаты. Взрослые читают, почему бы мне не научиться, да, вот что-то там они ведь в телефонах сидят, что-то они же там листают. Когда ты идешь по улице, например, повсюду мелькают красочные рекламные плакаты. Приходя в магазин, мы видим сразу его названия, ценники, плакаты, ну и, конечно же, плакаты с акциями, где вот они ярче всего выделены. И часто дети уже с этого возраста начинают имитировать процесс чтения, держа перед собой книжку и что-то там губля себе под нос, рассматривая ту или иную сюжетную картинку. Важный аспект, на который следует обратить внимание, что ребенок подходит, или когда вот он готов к процессу чтения, тогда, когда у него сформирован фономатический слух. Напомню, что фономатический слух – это способность воспринимать звуки человеческой речи. И начинается это приблизительно где-то в 4 года. Почему говорю приблизительно? Потому что еще раз напомню вам, что это все-таки индивидуальный процесс. А активно он уже формируется после 5 лет. Дети в этом возрасте начинают спрашивать, а что здесь написано? А какая это буква? Как называется эта буква? А если ее вот соединить со следующей буквы, что получится? Даже если родители никак не подталкивают его к процессу обучения, то вот приходит этот период, когда, в общем-то, он сам к этому подходит, приходит и начинает задавать данные вопросы. Подходит либо к воспитателю, либо к бабушке, либо к дедушке, кому-то взрослому, и начинает задавать вопросы. Как прочитать? Что это такое? И когда ребенок потенциально готов к обучению чтению, он сам проявляет этот интерес. Интерес конкретно к буквам. Ну и идет внутренний серьезный, так скажем, запрос. А у других детей, например, и к 6 годам таких вопросов нет, и потребностей, в общем-то, не возникает. И мы понимаем, что любое дело нужно и важно начинать с положительных эмоций, с положительных настроек, с интереса. Если ребенок не противится занятиям и проявляет огромный интерес, то почему бы и не начать? Важно отметить, что обучать чтению ребенка, который не стремится к этому, или даже он отказывается от этих занятий, ни в коем случае нельзя. А чтобы пробудить интерес в ребенке и желание познакомиться с книгой как объектом, что-то, может быть, посмотреть, что-то, может быть, попробовать прочитать, нужно создавать вот эту ситуацию, эту атмосферу. Ну и мы с вами, взрослые люди, должны быть примером для этого. Поэтому, почему бы не прочитать перед сном, да, 2-3 странички ребенку? Постоянно нужно обращать внимание к книге как объекту, рассуждать, просматривать, прочитывать, ну и, конечно же, задавать вопросы, да, вот, кто является главным героем, что мы сегодня с тобой прочитали и так далее. При этом мы говорим о формировании механизма чтения. А если мы говорим о подготовке, то, безусловно, подготовкой к обучению чтению необходимо заниматься в дошкольном возрасте. И поэтому, давая ответ на вопрос, нужно ли детей читать до школы, учить детей читать до школы, Если мы говорим в категориях, нужно ли, то здесь мы, в общем-то, можем сказать, что да, конечно, нужно. Если же мы смягчаем вопрос, можно ли, да, можно, но вот при каких условиях? Только тогда, когда основа формировалась, когда есть определенный фундамент, ну и когда не только мотивационно ребенок готов, но и созрели те процессы, которые являются основополагающими для освоения механизма чтения конкретно, ну и потом, следовательно, для уже механизма письма. А вот какие это процессы, сейчас я переключу слайд, те предпосылки, на которые следует обратить внимание, то, конечно, это все-таки обязательно физиологические процессы, уровень созревания головного мозга, это психологические, это уровень сформированности психических процессов, ну в том числе и устной речи. Ну и, конечно же, это педагогические условия, которые тоже необходимо будет нам с вами использовать. Это и степень грамотности воздействия на ребенка, на психоречевое развитие ребенка. Ну вот, собственно, эти аспекты нашего сегодняшнего обсуждения, о которых мы сегодня должны с вами будем поговорить. Если, например, все готово, ребенок и физиологически, и психологически готов к освоению механизма чтения. И если планомерно в дошкольной образовательной организации велась работа, подготовка к обучению грамоте, то, конечно же, и педагогически был, педагог, воспитатель, да, подкован, то, безусловно, к концу старшей группы, к началу подготовительной группы, он вполне уже готов начать процесс освоения механизма чтения. Потому что за предыдущие годы при систематической работе создается, закладывается та прочная основа, тот прочный фундамент, который необходим для вот этого следующего этапа формирования процесса чтения, да, для развития. Но если ситуация другая, систематической работы не было, ребенок по каким-то либо обстоятельствам, да, или ситуациям не ходил в детский сад, к сожалению, эта проблема еще до конца не решена. Есть у нас надомные дети, которые совершенно не посещают детский сад до подготовительной группы, и только в подготовительной группе у них вот появилась такая возможность посещать детский сад, то, конечно, важно педагогам обратить внимание или во главу угла поставить именно формирование этих основ, этого фундамента. И тогда, собственно, обучение механизму чтения будет совершенно, будет осуществляться сам процесс чтения уже в школе, потому что в начальной школе нет обязательного требования, чтобы дети пришли обязательно читающие. В любой класс загляните, у нас всегда три категории детей. Это дети, не читающие, вкладывающие только слоги, дети, читающие по слогам и дети, читающие быстро. То есть в любом случае учитель должен эту дифференциацию учитывать. Если ребенок готов был до школы начать обучение, механизм учтения, если он освоил этот механизм, то, конечно же, замечательный низкий поклон, большая благодарность педагогу, воспитателю, да, ему будет немного легче проходить, ходить, вернее, да, вот в эту школьную жизнь, школьное обучение. Если сформирован фундамент, то, конечно же, школа свою задачу выполнит и в период обучения грамоте обязательно сформирует этот механизм, и механизм письма, и механизм чтения. А вот если фундамента, к сожалению, по тем или иным причинам не было заложено, а только есть, может быть, поверхностные какие-то фрагментарные попытки научить читать без прочной основы, то это самый неблагоприятный вариант для школьного обучения, потому что ребенок и его родители, казалось бы, есть ощущение, что ребенок вроде бы читает, а это внешняя оболочка и фундамента как такового крепкого нет для дальнейшего строительства. Очень быстро, в общем-то, этот этап, в общем-то, заканчивается. Какими-то опережающие позиции этого ребенка по отношению к другим связникам мы не видим, мы не наблюдаем, и мы должны все-таки начать создавать этот фундамент, эту основу. Ну, вернемся к тому, что перейдем к механизму чтения. Вспомним с вами, что существует четыре вида речевой деятельности. Это говорение, это слушание, это письмо и это чтение. Два процесса связаны между собой, это чтение и говорение, чтение письмом. Говорение и слушание у нас связаны с вами с устной речью, и два процесса связаны, конечно же, с письменной речью. Между устной речью и между письменной речью отлично мы знаем, отлично мы представляем, что очень тесная взаимосвязь. И в силу того, что чтение и письмо, они достаточно сложны, то по своим психофизиологическим характеристикам, механизмам, они у нас достаточно, так скажем, поэтапны, сложны и поэтапны. Процесс чтения начинается у нас со зрительного восприятия и узнавания буквы. В дальнейшем происходит соотнесение букв с соответствующей звуковой структурой, то есть звуком, и осуществляется воспроизведение звукопроизносительного образа слова, его прочитывание. Вследствие соотнесения звуковой формы слова и его значения осуществляется как раз и понимание. Можно выделить таким образом, да, две стороны. Техническую, соотнесение зрительного образа написанного слова с его произношением, и смысловую, которая является основной целью чтения. Между ними существует тесная связь, понимание прочитанного определяется характером восприятия, ну и зрительное восприятие испытывает на себе влияние смыслового содержания ранее прочитанного текста. В норме освоение данных процессов, сложных этих процессов чтения письма, оно строится на базе хорошо развитой устной речи. Почему мы и говорили, да, с вами о том, что фономатический слух должен хорошо быть развит у ребенка. И в силу того, что процессы чтения и письма опираются на те анализаторы, которые развиваются при овладении как раз именно устной речью, то мы понимаем с вами, что перечисляя предпосылки овладения чтением из обучения грамоте, все-таки делается акцент на чтении, потому что если мы говорим о письме, то это будет, безусловно, все-таки печатание, да, в дошкольном возрасте это только печатание. Письменный формат они все-таки осваивают уже, переступив порог школы. Здесь, в общем-то, мы можем говорить о курсивном письме только в пределах школы. Таким образом, в большей степени это предпосылки, конечно, к овладению чтением. Ну и переходя как раз к предпосылкам в овладении чтения, начнем с того, что должно быть особое внимание к звучанию, к звучанию слова. Умение сосредотачиваться на звуке, то есть слуховое внимание, важная особенность человека, без которой невозможно слушать и понимать звучащую речь. Когда ребенок вслушивается в слова, которые произносит взрослый, сопоставляет их звучание и пытается их повторить, то он учится не только слышать, но и различать звуки родного языка. Вот это умение и называется фономатическим слухом. Фономатический слух – это способность, еще раз повторю, к слуховому восприятию речи, то есть фонем. Успешность обучения ребенка, в частности, вот грамоте, да, во многом определяется тем, насколько он хорошо владеет звуковой структурой, звуковой стороной речи, поскольку при помощи букв обозначаются звуки устной речи. Следовательно, для того, чтобы усвоить буквы, необходимо очень четко ориентироваться в звуках речи, уметь их правильно произносить, слышать. Важным фактором является еще и четкое развлечение всех звуков речи на слух. То есть запись любого слова предполагает умение определять каждый входящий в его состав звук и обозначать его соответствующей буквой. Следующая предпосылка – это внимание к значению слова. Чуть позже, кстати, я остановлюсь, да, вот именно на примерах по тому, как необходимо вести работу педагогам именно для развития вот именно и фономатического слуха, и развивать именно вот это внимание к звучанию слова. Следующая предпосылка – это внимание к значению слова. Слово, напомню вам, это языковая единица, которая служит для обозначения предметов, признаков, действий, качеств, отношений и так далее. А вот значение слова – это содержание слова, то, что мы с вами представляем, когда произносим то или иное слово. Смысл высказывания. Следующая предпосылка – это значение фразы или нескольких фраз в определенной речевой ситуации. Смысл высказывания – это сообщаемое высказывание или та информация, которую хотел бы донести автор. Смысл высказывания – это мысль, в которой фиксируются отношения между двумя, а возможно даже и более объектами, ну а также наличие или отсутствие у объекта какого-либо признака. Следующая предпосылка – это восприятие на слух, восприятие на слух и понимание текста. То, что касается восприятия и понимания речи на слух, заставляет основу общения, с чего начинается овладение устной коммуникацией вообще. Оно складывается из умения дифференцировать воспринимаемые звуки, интегрировать их в смысловые комплексы, удерживать их в памяти во время слушания, далее это осуществлять вероятное прогнозирование, и исходя из ситуации общения, понимания, воспринимаемую звуковую цепь, и процесс восприятия происходит в определенном нормальном темпе, свойственном для конкретного какого-то языка. Что касается дошкольного образовательного периода, дошкольного возраста, то работа ведется, как вы знаете, это фольклор, это сказки, та основа, в общем-то, на которой формируется восприятие и понимание текста. Это колыбельные песни, которые поет ему мама, это пестушки, торговорки, чистоговорки, ну и сказки огромное количество, да, вот именно с этих видов мы и начинаем постепенно формировать восприятие на слух и фольклора, и художественных текстов, ну вот в частности сказка. Следующая предпосылка – это умение выразить свои мысли, то есть умение словами выражать свои мысли – это навык жизненно важный, жизненно необходимый навык, который необходимо развивать с раннего детства. Каждый ребенок должен уметь, ну или научаться в детском саду содержательно, грамотно и связно излагать свои мысли. Постепенно эта работа, в общем-то, тоже осуществляется именно в детском саду. Следующая предпосылка – это умение передавать содержание послушанного текста, ну и все мы отлично знаем, что это пересказ – осмысленное воспроизведение литературного текста в устной форме, сложная деятельность, в которой достаточно активно участвуют и мыслительные процессы ребенка, и его память, и воображение. Ну и для владения пересказом необходим ряд умений, которым детям обучают, детей, вернее, обучают специально. Начинается это все с того, что прослушивается произведение. Далее понимаем его основное содержание, запоминаем последовательность изложения, работаем над речевыми оборотами авторского текста, осмысленно и связанно передаем текст. Для этого достаточно очень много приемов, начиная от сюжетных картинок, да, и заканчивая, в общем-то, текстами, которые мы воспринимаем на слух. Следующей предпосылкой к овладению чтением – это умение и работа с моделями. С моделями звукового состава слова. Модель является основой плавного перехода от нагляднообразного к абстрактному мышлению. Ну и отлично все, я думаю, знают, да, что модели могут быть не только у нас предложений, но и слов, вернее, не слов, но и предложений, которые, в общем-то, нам наглядно показывают. Можем посчитать, да, сколько слов на слух, затем, используя модели, мы это можем показать детям. Чуть позже тоже я вам покажу, звуковые ряды даже покажу. Отмечу, что работа с моделями была предложена нам Элькониным. Моделирование позволяет детям образно представить структуру слова, использовать заместители слогов, из которых данное слово состоит, научить определять количество слогов, соотносить слово со слоговыми схемами. Ну и здесь, в общем-то, идет подготовка именно к формированию навыка послагового чтения. Надеюсь, все знаете, да, все в курсе, что все-таки у нас не по-буквенное, а послаговое чтение. И вот нужно стремиться именно работать и со слоговыми таблицами, и работать вот как раз с моделями. Эльконин предложил нам структуру модели. Модели, вернее, модели структуры слов, так будет правильнее. В виде схем картинок, звукового состава слова. Ну и на картинке обычно изображается предмет, а под картинкой мы видим как раз вот ту схему, которая принадлежит изображенной картинке. Графическая схема, которая, в общем-то, имеет определенную цветовую значимость. Напомню, что красный цвет обязательно – это гласный звук. Синий – это твердый согласный, и зеленый – это мягкий согласный звук. Дальше, следующая предпосылка – это овладение действием звукового анализа. Для чего это нужно, да, звуковой анализ слова? Это определение звука в слове по порядку, ну и, конечно же, их характеристика. Гласный, согласный, звонкий, глухой, твердый, мягкий – обязательно эта работа должна вестись. Опять-таки, это работа по формированию фономатического слуха. Звуковой анализ выполняется путем последовательного выделения голосом звука в слове, и их характеристики, да, должны дети давать определенную характеристику. Приемы тоже кое-какие сегодня я вам покажу. Ну и последняя предпосылка. Звучит она – формированность предпосылок учебной деятельности, да, то есть постепенно мы должны все-таки говорить, да, чтобы вот настроить детей на новый формат обучения. Под предпосылками принимается необходимый и достаточный уровень психического развития ребенка для освоения школьной учебной программы в условиях обучения в коллективе сверстников. Ну и вот эта вот готовность к школьному обучению, она предполагает сформированность внутренней позиции школьника, что означает способность ребенка сознательно ставить цели, сознательно их достигать, исполнять определенные намерения, ну и двигаться дальше в сторону развития. Если мы немножко сузим с вами предпосылки, да, до уровня предметности компонентов, сужая фокус нашего внимания до достаточно узкопредметных предпосылок, то здесь мы говорим, что для будущего школьника чтение и письмо достаточно важны компоненты, чтобы ребенок мог определить часто встречающийся звук в словах, слышать фонему, интонационно выделять звуки в словах, называть слова по определенному фономатическому признаку, далее это проводить в процессе моделирования звуковой анализ слова, который будет состоять из трех-пяти звуков, соотносить произносимое слово с моделью его звукового состава, в соответствии с игровыми правилами менять звуковой состав слова, называть слова с определенным звуком, слова заданной звуковой структуры и так далее, но и при описании предметов использовать слова, которые характеризуют их свойствами, ну и, конечно же, качествами. Расскажи мне о своем домашнем животном, есть ли оно у тебя, или принеси свою любимую игрушку, ну и охарактеризуй, какая она, то есть опиши вот такие упражнения, в общем-то, по силу выполнить любому дошкольнику. Ну и переходим непосредственно, конечно же, к нашему вопросу, связанному с новшеством, которое благодаря Министерству образования появилось. Напомню, да, что с 1 сентября 2023 года все детские сады переходят на работу по новой федеральной образовательной программе дошкольного образования. Данный приказ Министерством просвещения был подписан в ноябре 2022 года, но и здесь представлены те разделы, которые связаны именно с развитием речи детей дошкольного возраста. Насколько вы видите, здесь, в общем-то, у нас 6 блоков, так скажем, да, это формирование словаря, звуковая культура речи, грамматический строй речи, связанная речь, подготовка детей к обучению грамоте и интерес к художественной литературе. Все... Надо отметить, что все эти модули, все эти разделы, они непосредственно будут способствовать в будущем, да, хорошему, качественному формированию чтения письма в дальнейшем. Но мы все-таки с вами остановимся на именно разделе, связанном с подготовкой детей к обучению грамоте. Вот я вам приведу примеры именно тех основных кусочков, касаемых именно раздела подготовка детей к обучению грамоте, содержательный раздел. Вы видите здесь, у нас отмечено и возраст 3-4 года, возраст 4-5 лет, извините. И вот здесь, в общем-то, дальше это возраст 5-6 лет и 6-7 лет. Я бы хотела остановиться все-таки вот на... проследить, чтобы это было все на одном слайде, и наглядно было бы вам видно. Обращаю ваше внимание на то, что те 4 года мы должны все-таки формировать у детей умение слушать звучание слов, ну и знакомить детей с такими терминами, как слово и звук, именно в практическом плане. Далее постепенно, да, постепенно переходим к возрасту 4-5 лет, продолжаем работу над терминами слова и звук. Именно замечу, что в практическом только плане, да, без сложных формулировок. Работа может это осуществляться и в ходе занятий по развитию речи, и в ходе ролевых игр с детьми. Работаем над словами, постепенно переходя к составу слов, из чего состоят слова, да, они состоят из звуков. Слушаем, слушиваемся, постепенно переходим к характеристикам, да, которые мы должны научить детей давать характеристику каждому звуку. На слух, твердый или мягкий он, да, выделять в слове твердый или мягкий, например, звук. Определять и изолировано, и неизолировано. Ну, вернее, чаще всего изолировано, да, произносить первый звук в слове или называть слова заданным звуком, выделять голосом звук в слове, произносить заданный звук протяжно, громче, четче и так далее. Например, в слове «дом» произнесем первый звук, да, какой он? Д-д-д-дом, да, вот, или гласный, например, он на растяг ведет, ртооткрыватели, да, у нас гласные звуки. Ну, в 5-6 лет в этот период формируется у детей умение производить анализ слов различной звуковой структуры, уметь выделять словесное ударение, понятие ударение нужно ведь еще дать детям, да, выделение с большей силой голоса определенного звука, ну, и определять его место в структуре. Ударение где должно быть? В начале, в середине, в конце слова. Вот, уметь характеризовать выделяемые звуки, какой он, да, этот звук, гласный, согласный, а какой он у нас, твердый или мягкий. Ну, и правильно, конечно же, употреблять соответствующие термины. Знакомить детей со словесным составом предложения, ну, и, конечно же, работать в направлении звукового состава слова. Что касается подготовишек, да, подготовительный период, 6-7 лет, когда ведется работа, практическая работа, в составлении предложений, состоящих их из двух-четырех слов, членить простые предложения на слова с указанием их последовательности. Далее, это формировать у детей умение делить слова на слоги, составлять слова из слогов, делить на слоги трехсложные слова с открытыми слогами, знакомить детей с буквами, вот обратите внимание, и последнее, читать слоги, слова и простые предложения, состоящие из двух-трех слов. То есть конкретно в программе уже прописано, что воспитатели, педагоги должны активно работать в этом направлении. Но еще раз скажу, если индивидуально, да, вот, ребенок не готов физиологически к этому, может быть, ему достаточно будет двух-трех месяцев лета, да, когда он будет готов к этому, когда мозг созреет, как говорится, да, к дальнейшему формированию и фономатического слуха, и готовности к обучению грамоте, то учитель, конечно же, научит его, сформирует у него этот навык чтения. Отмечу, что обучение грамоте, о котором мы сегодня с вами говорим, да, вот как раз чтение – это составная часть обучения грамоте. Обучение грамоте – это овладение умением и читать, и писать, излагать свои мысли и в устной, и в письменном формате, понимать при чтении не только значение отдельных слов, но и смысл текста. Занятия в детском саду по подготовке к обучению грамоте являются базовыми, основными, ну, и которые, в общем-то, закладывают предпосылки для последующего формирования навыка чтения. Дальше мы там работаем уже над беглостью, дальше мы работаем над… углубляемся в плане понимания осознания, да, ну и потом выразительности. То есть в любом случае качество, все навыки чтения мы должны будем сформировать уже чуть позже. Исходя из вышесказанного, считается правильным использовать в детском саду термин именно подготовка к обучению грамоте, потому что в любом случае мы будем пытаться с детьми печатать эти буквы. Мы будем складывать из-под ручного материала ту или иную букву. То есть вот, ну, тоже сегодня я приемы вам эти покажу. Подготовка к обучению грамоте заключается в том, чтобы помочь дошкольнику осознать единицы языка и единицы речи, научить разграничивать эти единицы на основе их существенных признаков, ну и, конечно же, соотносить единицы устной речи со способами их передачи на письме. Вот то содержание, которое, в общем-то, предусматривает федеральная государственная образовательная программа в области подготовки детей к обучению грамоте, ну, в том числе, вот, чтению. Воспитатель должен соблюдать единые условия обозначения при работе со звуками. Ну и вот, повторюсь, да, гласный звук у нас обозначается чаще всего красным цветом. Это могут быть прямоугольники, это могут быть мечи красного цвета, согласные твердые синим цветом, тоже квадратики, прямоугольнички, мечи синего цвета, ну и согласный мягкий звук обозначается зеленым цветом. Буква, зрительный образ или знак звука вводится после звука, когда понятие звук сформирован, демонстрируется чаще всего заглавное и строчное, ну и все это представляется все-таки вот буквой, да, в печатном виде. Обязательно в черном цвете. Далее проводится работа по закреплению образа буквы. Можно использовать различные приемы, это различный шрифт, величина, мы можем частично скрыть, да, например, игра полубуковка, заштриховать, мы можем вылепить, сконструировать и так далее. То есть вот те приемы, которые мы можем использовать для того, чтобы создать вот наглядное представление этой буквы. Понятие предложения дается тоже через зрительный образ схемы, длинная полоска бумаги, предложения, короткие полоски – это слова, составные части предложения. Отмечу, что процесс обучения грамоте чаще всего должен состоять из трех этапов. Первый этап – подготовительный, работа со звуками, со словами, слоги, предложения. Второй этап – это работа и знакомство с гласными звуками и буквами. Шесть звуков и букв, обозначающие гласные звуки. Чуть позже я их покажу. Ну и третий этап – это согласные звуки и буквы. Пять согласных, которые могут быть твердыми и мягкими. Три только всегда твердые. И три только, когда всегда мягкие. Ну и плюс еще твердый знак, мягкий знак, который, в общем-то, у нас звуков не дают. Только либо смягчают, либо наоборот делают предыдущий звук твердым. Давайте теперь остановимся конкретно вот на всех этих этапах, о которых я сейчас вам говорила, да. Подготовительный этап – знакомство с неречевыми звуками. Можем начать работу после того, как… Сейчас, минутку. Начинается работа со знакомства с неречевыми звуками. На этом этапе дается понятие звук. Сначала даются звуки сильно контрастные по звучанию. Например, дудка, барабан – такие слова, да. Затем звуки близкие по звучанию. Большой бубен, маленький бубен. Ну и узнавание, дифференциация. Различные, да, шумовые, например, шуршание бумаги, фольги, стук, карандаши и так далее. Ручек. Мы можем даже просто с вами открыть окно и послушать. А что, ребята, там за окном происходит? Какие мы слышим звуки? Это ведь тоже звуки? Ну и перейти на практическую все-таки работу, на опыт, жизненный опыт детей, да, где мы слышим вообще звуки. Ну и потом предложить поиграть в такие игры, например, которые будут как раз вот способствовать пониманию терминов и слова, и звук. Услышишь – хлопни, узнаешь, что звучит, где звучит колокольчик, покажи картинку, громко-тихо, кто сказал, включая тот или иной, например, да, звуковую. Обработку мы можем определить, кто это сказал. На этом этапе проводится работа по делению слов на части, небольшие слоги. Ну и дети определяют количество частей слогов через хлопки, шаги, сгибания пальцев, приседания и так далее. Ну вот еще хороший прием – это когда мы руку под подбородок кладем, да, и произносим слово. Вот сколько раз у нас коснулась нижняя челюсть руки, столько, в общем-то, и слогов посчитать их мы можем. Ну и вот на данном слайде я предлагаю вам те пособия, которые, в общем-то, я думаю, что есть у всех у вас. Это работа по обогащению словаря детей, да, новыми словами. Это деление слов на тематические группы, ну, например, работая со словами, которые обозначают предметы, мы можем назвать, например, да, что изображено. Банан, капуста, тыква, кабачок, огурец и так далее. Ребята, а как мы можем обобщающим словом назвать все эти предметы, все эти слова? Ну и дети должны, в общем-то, сказать, что вроде бы это овощи, но ведь там есть банан, или проиграть в четвертый лишний, да. Здесь в данном случае будет банан, у нас лишнее слово. Или, например, назвать ту одежду, да, которая вот представлена на картинке. Ну и спросить, да, ребят, вот, а как одним словом мы можем назвать кофточка, маечка, шапочка, штанишки, как одним словом мы можем назвать? То есть разделение, обобщение, вернее, да, ну или раскидайте на две группы, да, ребят, картинки по тематике. Также аналогичная работа может проводиться и со словами, обозначающие действие, но термин глагол мы ни в коем случае не говорим, но и слова, обозначающие признак предмета. Тоже здесь вот представлены картинки, вы можете их увидеть. Из чего мы сделаны, эта игра, лото, домино, ну и различного рода мозаики, игры по тематике и так далее. Огромное количество сейчас есть материала, который, в общем-то, мы можем использовать. Паровозики мы можем, да, использовать, количество вагонов будет соответствовать количеству слогов. Гаражи, цифры на гараже, да, соответствуют количеству слогов в названиях, например, машин. Домино, количество точек соответствует, например, количеству слогов в слове и так далее. Достаточно много. Игры, которые действительно будут способствовать пониманию, значению звук, терминам звук и слова. Постепенно вводится работа и уже с применением сюжетных картинок. Для этого мы можем обратиться к окружающему миру, к опыту детей и поговорить, да, какие неречевые звуки мы можем услышать. Например, увеличив силу звука, воспроизвести различные ритмы, поработать, например, с темпом, с ритмом, повторить там хлопками или отстукиванием, да, пальчиком по столу. Ну и предлагаем, например, вот такие игры или игровые упражнения, как жмурки с колокольчиком, жаворонок, барабанщики, отгадать, что звучит, сумелки, ритмические рисунки, ну и звук вокруг нас. Можно использовать звуки записи, да, различных животных. Вот, в частности, здесь вот у нас мы на своем хозяйстве, например, да, с гласными звуками, знакомство с гласными звуками. Вторая, второй этап, вторая как бы ступень. Остановимся подробнее на звуке ИИ. Можно вспомнить, где у нас встречается ослик. И, да, Винни-Пух произведения. Детям рассказываем, что ослик везет тяжелую тележку и кричит. И, и, и. Ну и дальше спрашиваем у детей, как кричит ослик. Ну и дети должны повторить по подражанию. Дети смотрят в зеркала или друг на друга, в паре могут работать, но чаще всего лучше с зеркалами. Они видят, что у нас рот открыт, и мы акцентируем внимание на то, что при произнесении гласных звуков губы у нас растянуты в улыбке. Используется символ, вот как раз губы растянуты в улыбке. Вы видите под картинкой ослика. Мы говорим, что образование звука, данного звука звучит, участвует только голос. И в дальнейшем мы помним с вами, что гласные у нас звуки, они ртооткрыватели. Ну и никаких преград в виде зубов, губ языка у нас они не встречают. Ну, после знакомства со звуками происходит работа в формате игры. Мы можем игровые упражнения использовать. Назови звук. Педагог показывает артикуляцию звука, и дети называют его. Покажи звук, где педагог произносит звук, а дети показывают карточку символов, то есть поменялись. Назови первый звук в словах, например, аист. Какой звук вы, ребята, слышите в слове аист или автобус, да? Назовите последний звук, например, в слове зима, сапоги и так далее. Назови слова со звуком, например, звук а, и дети должны назвать. То есть игра города можем усложнить, да, предложить, например, когда дети хорошо ориентируются уже, в общем-то, вот чуть постарше дети, слог можем предложить и так далее. Очень много игр, очень много упражнений. Не буду останавливаться, потому что время не дает возможности нам это сделать. Дальше, дальше, это вот как раз те схемы, которые мы можем применить с детьми, да, знакомя с той или иной гласным, с тем или иным, вернее, гласным звуком. Следующее, это звуковые линейки, которые мы можем выполнить вместе с детьми. Ну, на этом этапе вводится простейший звуковой анализ. Ну, рассмотрим слово шар. Дети проговаривают слово, определяют первый звук, второй звук, третий звук, ну, и дают характеристику каждого из звуков. Определяет количество звуков в слове, ну, подсчетом, да, и каждый звук обозначается соответствующей буквой, после этого слово прочитывается. Дальше. Такие виды работ мы можем предложить. Видим предметную картинку и просим детей, найдите, ребята, гласный звук О, какой он по счету. Ну, и вот с помощью линейки мы как раз и цвета мы показываем, определяем. Аналогичная работа, в общем-то, и со словом зонт произнести. Да, ребята, мы можем. Посчитать, кстати, в слове клоун, руку под подбородок, сколько у нас слогов. Вот самый хороший способ, потому что прием скандирования детям все равно еще не совсем понятен, да. Просчет, прохлопывание. Ну, прохлопывание тоже, кстати, вот один из эффективных приемов, которые, в общем-то, даже и учителя начальных классов, они тоже достаточно хорошо и широко применяют. Ну, а знакомство, следующий, последний период, да. А, вот да, еще, кстати, лото. Показываем букву печатную. Ребята, отыщите, пожалуйста, мне предметы, в которых встречается буква А, например, да, или буква У. Улитка, удочка, утка и так далее. По сюжетным картинкам. Назовите, ребята, те предметы, которые изображены на данной картинке. И дети должны назвать удочка, утка и так далее. Что касается согласных. Согласные, еще раз напомню, мы знакомимся на третьем этапе. Знакомство с согласными начинается с учетом становления звуков в соответствии с антогенезом речевого развития. Ну, и вы видите, что все звуки речи делятся на три группы по времени появления. Не будем останавливаться, в общем-то, вот они есть. Презентацию, конечно же, я вам дам возможность скачать. Она у вас будет. Буду даже рада, если я кому-то помогу. Вот, ну, более подробно вот остановимся на примере звука М. Детям можно рассказать историю, сказку о том, что молодая корова еще не умеет мычать, как взрослая коровка, да, по-настоящему. И у нее получается только М, М, М. Используем карточку символов звуков. Далее дети произносят звук сами, смотрят в индивидуальные зеркала, и вместе с детьми мы выясняем, что звук, который мы произносим, он встречает препятствия. А какие препятствия есть? М, губы. Значит, это согласный звук. Чтобы определить звонкость и глухость согласного, мы используем прием горлышка. Руку кладем на горлышко. Если звенит, значит, звонкий. Если не звенит, значит, глухой. Если горлышко звенит, значит, звонкий звук бежит. Но еще хороший прием – это когда мы закрываем ушки руками и тоже произносим этот звук. Особенно хорошо, когда мы пары, шесть пар по звонкости и глухости, чтобы дети хорошо смогли сформировать, развить вот этот фонематический слух. В данном случае звук у нас звонкий. Для обозначения твердости мы используем с вами синий цвет. Ну и в данном слове, в данном слове, сейчас минутку, звонкий, и он у нас твердый, поэтому твердость нам показывает орех, орех твердый, а колокольчик обозначает то, что он является именно звонким. Далее. Далее. Мы можем использовать ассоциации, конечно же, как без них. Рассматриваем элементы, ну и прибегаем вот как раз вот к ассоциациям. Посмотрите на колесо и увидишь букву О. Выкладывание. Да-да-да, чуть-чуть позже. Значит, рассматриваем элементы, на что похоже, запоминаем. Образ буквы. Пишем в воздухе, пишем на столе. Выкладываем из подручного материала ту или иную букву. Можно использовать даже веревочку и бархатную бумагу, кусочек. На бархатную бумагу накладываем ту или иную букву. Выкладываем печатную букву из карандашей, счетных палочек, шнурков и так далее. Веревочек, ручки, карандаши, в общем-то, все идет у нас в дело. Ну и отметить надо, конечно же, что все-таки наш сегодняшний метод обучения грамоте, это тот метод, который был создан Константином Дмитриевичем Ушинским. Немножко, конечно, он претерпел свои изменения, он был адаптирован для современных детей. И только некоторые приемы, приемы анализа и приемы синтеза мы сейчас используем в своей профессиональной деятельности. Еще не реклама, а просто как бы вот на будущее вы можете приобрести пособия, которые, в общем-то, были великолепно разработаны Журовой. Книги эти можно, по-моему, даже скачать, зайдя на официальный сайт издательства просвещения, но это не реклама. Но я знаю просто, что очень хорошие результаты вот именно благодаря этим пособиям есть. Ну и в завершение, конечно же, я хотела бы сказать вам, что успех ваш, ваших детей, зависит непосредственно, конечно же, от вас, от вас, педагогов. Ну а в свою очередь вам хочу пожелать творческих успехов, вдохновения, успехов вам, вашим детям. Ну и будьте здоровы, если какие-то вопросы есть, конечно же, я отвечу. Ну вот краем глаза я видела, да, что тут вот просили презентацию, конечно же, презентация она будет. Ну вот да, вот у... на кое-какие вопросы я, кстати, ответила, да. Продолжение следует... Вот на вопрос, значит, Инны Филоненко я ответила, да, что вот одна из программ, это Журовой, да, на которую, в общем-то, я думаю, что стоит обратить внимание. В подготовительной группе нужно ли учить писать печатными буквами? Ну вот тоже, я думаю, ответила на ваш вопрос, Галина, потому что, используя подручные материалы, мы должны детей научить. Ну и знакомство с буквами, именно печатными буквами, должно осуществляться именно в подготовительной группе программы. Ну вот у Оксаны Валентиновны, я тоже думаю, что на ее вопрос я тоже ответила. По поводу сказок непонятных слов, ну да, там сказки... Сейчас тем более очень аккуратно нужно брать сказки, есть они переработанные или авторские с заработками, поэтому нужно работать по расширению словарного запаса, слова архаизмы, которые используются, да, та же самая рукавичка, мышка-норушка, потому что она живет в норе, да, то есть вот такие слова, в любом случае, это же культура. Необходимо в любом случае, конечно же, знакомить со сказками как жанром, но постепенно от более простых сказок, понимания, содержания к более сложным. По функциональной грамотности. Спасибо, вопрос, Ольга. Замечательная тема. Одна из ступеней функциональной грамотности – это как раз вот работа по функциональной грамотности дошкольников. Это наши потом всероссийские проверочные работы, которые наши дети не обходят стороной ни одна школа. Нужно работать, да, в этом направлении, работа и над прочтением, над осмыслением, но раз министерство нам дает такую, в общем-то, возможность научить детей читать, да, по слоговому чтению в дошкольной организации, то, конечно же, и работа по функциональной грамотности, она должна быть. Так, ну, в общем-то, да, думаю, все. Большое спасибо за внимание. Ну, еще раз. Будьте здоровы и успехов!